На встречу в администрацию пригласили все ветеранские организации города. Алексей Капайгородский отметил, что представители старшего поколения должны войти в районы и общественные советы, помогать в так называемых «малых делах», указываясь на проблемы и вместе искать пути их решения. Я смотрю, что вы начинаете свою деятельность именно со встречи нашей ветеранской организации, которая в основном связана с социальной жизнью, начальними и патриотическим осветлением. Я надеюсь, что с вашим приходом мы выражаем надежду, что и впредь в нашем совместном месте работа будет, кажется, работать в НИСКОМ. Алексей Капайгородский выслушал предложения ветеранов. Пожилые сочинцы озвучили самые острые проблемы, в их числе работа автобусов, транспортная логистика, станаторные путевки, обследования в городских и краевых медцентрах. Также подняли вопрос о необходимости ремонта помещений советов ветеранов. Было отмечено, что в некоторых микрорайонах их нет вовсе. Алексей Капайгородский подчеркнул, что каждая из озвученных проблем будет решаться адресно. Система работы у нас очень простая. Она будет ориентирована на пожелания, на наказы вас всех. Каждый из вас лидер общественного мнения, каждый из вас лидер своего движения, узнаваемый человек. Мы за преемственность поколений. Для нас это очень важно. Для нас это очень важно, потому что есть, самое главное, три веления времени. Прошлое, настоящее, будущее. Зная прошлое, можем сформировать настоящее и запрограммировать себя уже молодое поколение на будущее. Также на совещании обсудили программу празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Алексей Капайгородский пообещал выслушать все предложения и пожелания ветеранов. Программу сформируют в ближайшее время.